21 ход лето три тысячи двадцатого года третьей эпохи и у нас огромные планы на будущее есть желание объединить нашу вторую южную армию точнее элитную ее часть с войсками восточной армии и нанести у ру удар помина сморгулу сокрушив цитадель орков и главный фортпост мордора на пути к барадуру но для этого нам нужно провести смотр и переоформить перераспределить войска под предводительством фарамира у нас достаточно элиты достаточно полководцев и достаточно других родов войск чтобы смело атаковать мордор на востоке и заодно крайне важно оценить что же противопоставить нам харад дело в том что флот харада сейчас разделился в заливе белфалас и пытается оказать давление на долл амрот точнее осадили порт долл амрота а нам нужно реагировать на такую агрессию с их стороны в то же время наш дипломат двигается в сторону лесов лориена покидает калинарден и лес фангарн прибежище энтов и земли рохана хотя эльфами мы уже договорились о торговле обменялись с ними сведениями о территории наш путь будет лежать дальше дальше единственное что переправы через андуин в этом месте нет и придется сделать такой вот неприятный крюк слишком близко приближаясь к море что достаточно опасно но думаю наш дипломат хитер и осторожен и проблем с перемещением у него не возникнет что ж настало время передать ход мы нуждаемся в том чтобы наша казна пополнилась очередной порцией собранных налогов на этом ходу проведется также рекрутинг видим мордор объединяет армии и вот она боевая машина орков она начала работать в полную мощь и теперь штампует войска я так понимаю направление эльфов стало мордору не так интересно как только мы одержали крупные и значительные победы над его силами что же происходит с харадом харад возвращает своей армии что дает передышку южному гондору но опасность над амру нам и цитаделью которую мы осадили и захватили нависает все более серьезно еще один отряд элитной пехоты мы принимаем его армия наша теперь составляет всего восемьдесят семь процентов от основных сил мордора финансы в минусе зато все все остальные показатели в плюсе минас тирид обзавелся рынком кар андрос библиотекой и теперь показатель веры почитание взглядов дуны дайн там будет расти что позволит нанимать тяжелую кавалерию аз гелиад обзавелся рынком хорошо наем и обучение у нас два отряда ополчения прибавились к нашей армии 200 человек с копьями и один отряд легких лучников пиларгера и один отряд легкой кавалерии в отношении дипломатии на нас уведомляют что у нас как всегда все хорошо и так вот в минастерите мы конечно можем позволить себе наем любых видов войск так как у нас там 87 процентов влияния людей запада и опять стоит вопрос экономические или военные постройки что же выбрать 4037 золотых у нас доход идет если мы построим еще рынок то это будет плюс 300 доходу если построим порт это будет плюс 100 доходу но 5000 золотых это окупится через 50 ходов достаточно такое долговременное перспективное вложение рыцарские конюшни дадут нам возможность найма кавалерии единственная проблема что ополчения в наших армиях стало слишком много они перетягивают на себя одеяло плат который мы осуществляем нашим армиям и увы это очень негативно сказывается на казне нужно наши войска и наше ополчение вести на фронт приносить в жертву чтобы была возможность как бы жестоко это не звучало чтобы была возможность нанимать и обучать элитные войска так что наверное минастерите несмотря ни на что мы все еще сосредоточимся на постройке экономических строений а именно лавки купцов так что у нас к арандресе 71 процент мы ждем рост влияния со временем построить ли поля или возвести какую-то из военных построек давайте пока сосредоточимся на мелком строительстве будем поднимать из руин а скелят 4000 в нашей казне не так уж и много осталось так 11000 нам прогнозирует ладно особо спешить не будем что ж первую битву мы наметили приблизительно подготовили и подводим наши войска барадхарна в барадхарне у нас кстати влияние настолько возросло что мы уже фактически можем нанимать ополчение и это очень приятная новость тоже можем позволить себе постройку рынка стоило нам только увести наши войска с гобин толфолоса как тут же обосновались вражеские отряды а именно десант харадрим что сказать они действуют так как и должны были действовать так наращиваем нашу мощь на западе хотя конечно ополчение вряд ли можно назвать мощью и ожидать что они повлияют на баланс сил так как и было тут остается восемь а уже восемь отрядов то есть больше плюс 2 9 10 отрядов всего при этом наша южная армия возвращается через тир и трайт для того чтобы усилить наши войска и так сколько нам еще ходов понадобится один два три хода и при этом мы можем провести сейчас битвы с теми орками которых видим на полях и тили она в районе минас моргула а где же наш вот наш шпион который позволит нам проанализировать врачи воинство присылает уже опытных копейщиков которых просто множество пока что это это не элитные армии при этом с нашей стороны будут выступать уберем разбитые отряды пусть они не участвуют в сражении пусть они идут на переподготовку или на увеличение гарнизонов в то же самое время мы можем пополнить ряды наших армий либо ополчением либо собрать элиту так ну наверное перебросим разведчиков во всяком случае я думаю минуса от этого не будет стрелков у нас три отряда элиты один отряд два отряда даже три отряда средних лучников что ж давайте дадим шанс нашему ополчению заодно немножко уменьшим его число я думаю пора нам воевать по серьезному даже можем немножко разделить войска или оставить стеки мне кажется что если мы сейчас нападем то ой 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 что я делаю если мы сейчас нападем творки отступят в любом случае и у них создается такой вот определенный треугольник в котором основные отряды орков будут держать оборону если мы сейчас нападем на передовой отряд орков если они не отступят а объявят нам о готовности воевать с нами то в битве будет участвовать вся масса орков расположившаяся под минус моргулом то есть мы будем принимать орков частями достаточно неплохо для нас мы сможем истребить 2800 вражеских воинов одним нахрапом и при этом принимать их постепенно хотя конечно учитывая что колчаны истощаются учитывая что ресурсы не бесконечны такая битва вступая в нее нужно четко понимать и четко рассчитывать сможем ли мы действовать с последней армии точно так же эффективно как против 1 то есть не будет ли битва на износ допустим мы разбили первые прибывшие силы врага при этом приходят вторые а у нас уже и усталость и мораль войск понижена и численность гораздо меньше и ресурсов для продолжения битвы не хватает а третья армия врага и уже идет просто потери один к одному идут будет ли так или все-таки мы победоносно пройдемся по всем войскам врага мы сейчас узнаем во всяком случае испытаем нашу армию на прочность и надеюсь способность если мы станем на равнине у нас будет у нас будет отсутствовать преимущество у врага будет преимущество так как они будут находиться на высотке но учитывая количество врага в первой армии которым которому мы объявили войну мы вполне можем позволить себе такое положение вещей бросим ли мы ополчение на передовую об этом тоже стоит подумать оставим ли мы какие-то отряды в резерве тоже вопрос для размышлений так наши мечники мечников кстати можем объединить двумя отрядами элитной пехоты которые у нас имеются их то конечно и можно бросить на амбразура можно все-таки обойти и ударить врага спину или с фланга хотя проблема ополчения заключается в том что они не продержат основную массу орков столько сколько нам нужно будет чтобы ударить врага в спину наши наши кавалерия больше подходит для роли отвлекающего маневра и ослабляющего разделяющего врага фактора ну и наши гвардейцы фонтана мы их побережем вообще зря я пустил их на это поле боя так как они крайне понадобятся при осаде минас моргула что ж все готовы войска выстроены и можем начинать наше сражение враг будет двигаться по двум направлениям но у нас есть еще возможность получить преимущество занять позицию на холме что мы прикажем сделать нашим лучником элитная пехота отправиться на перерез троллям вражеским то как это происходит из того как это происходит можно сделать вывод что что мы нанесем удар не по той армии орков которая первой будет стоять на поле боя а скорее немножко проведем маневры переиграем и сделаем все по-другому так никакой атаки троллей луками тролли пытаются занять высотку происходит смешение отрядов это конечно не то что я хотел бы видеть своих рядах тем более легкая кавалерия так сказать попала под раздачу так наши лучшие тоже ушли вперед а скорее мы пустим в атаку ополчения пока троллей убивают убивают наши тяжелые пехотинцы при этом нам нужно организовать лучников так чтобы они выстроились в победную линию и уже грозили врагу хотя армия врага не так уж и велика но проблему они нам могут организовать достаточно легко так гендарь никакой никакой стрельбы даже возможно придется разведчики мордора а это у нас копейщики пеларгера придется выставить отряд за град отряд пехоты чтобы остановить продвижение вражеских войск так гендальф уже нанес удар под который попали и гвардейцы фонтана что крайне нежелательно на посылаем кавалерию в догонку за вражескими войсками отводим гендальфа он крайне опасен со своими заклинаниями вы еще необходимо учить ими пользоваться так а что это спутники митрандера вон где он число цировался наша легкая кавалерия разведчики так вражеского полководца мы разбили и отряды врага обращены в бегство урки копейщики с кем они воюют непонятно сейчас выясним все еще продолжают воевать с нашим ополчением при этом наша элитная пехота почему-то решила отдохнуть нам нужно выводить наши отряды на передовую и атаковать врага оказывая врагу достойное сопротивление пока стоят наши элитные отряды из пиларгера кавалерия борется с ударами в спину вот это да конечно это минус объявление войны сразу нескольким армиям заключается в том что приходится приходится чем-то жертвовать жертвовать своим вниманием кавалерия попробует разделить вражеские силы часть вражеских войск сломлена но надо их догнать и уничтожить стремимся как можно быстрее перебросить наши армии подальше скорее всего гендальф атакует копейщиков стража марана на все еще продолжает сопротивляться ополчение победоносном марше отлично гендальф справился со своей задачей и массы врага начинает убегать при этом нам нужно как можно быстрее изменить направление огня лучников и сосредоточить его на основной массе орков туда же подведем гендальфа он там очень пригодится наши мечники при этом выступают вперед в то же самое время орки копейщики теперь не считают что им нужно бежать бежать никак по-другому ребята у вас не получится вы должны бежать в то же самое время орки напали на отряд фарамера это орки грабители тяжелая пехота зайдем им в спину нашими всадниками обстреляв до этого гендальфом орков копейщиков использовал заклинания что это у нас орки копейщики кавалерию направляем против лучников и так орки бегут по всем направлениям и уже не ощущают себя защищенными при этом фарамер отбил атаку орков грабителей и нам предстоит подготовиться к подходу еще более крупной вражеской армии поэтому отступаем нашей пехотой кавалерии ведем себя крайне осторожно пехота отходит трубим отход возможно даже за основные ряды лучниками при этом атакуем разведчиков мордора и будем планировать обходы врага с разных сторон и так копейщики орки почуяли что у них есть возможность атаковать и решили что бежать им теперь не надо развернем огонь наших лучников и направим их против этих копейщиков туда же отправим отряд ополчения чтобы до конца разобраться так ну а это ополчение отправим против орков разведчиков наши мечники которые пытались обойти завязались сражение гендальфу дать дадим команду разбить врагов разведчики несмотря на то что получают лучки опыта все же все же потеряли в числе что ж хотя я и думал отправить нашего полководца отдохнуть но тут такая ситуация что копейщики возвращаются враг не хочет бежать враг хочет биться до последнего причем моя армия немножко немножко потеряла в числе и сильно разделилась это не на пользу нашим воинам учитывая то что наши лучники не могут обстреливать понижая мораль вражеские войска в то же время орки грабители направились к гендальфу или в ту сторону отводим его отряд используем все возможные бонусы отлично часть орков обращена в бегство нашей тяжелой пехоты но видимо придется связать войной орков грабителей для начала надо обратить бегство еще часть отрядов врага орки грабители паникуют благодаря натиску нашей кавалерии если бы мы могли связать хотя можем ударить орков копейщиков спину вот такой вот у нас выбор пока отряд орков грабители не дает нашей кавалерии подойти ближе у нас еще есть резерв из ополчения и наши копейщики вот еще один отряд орков копейщиков смеллен следующий вражеский полководец погиб и мы можем атаковать его бегущие войска я надеюсь с ними не произойдет того что произошло с другими отрядами которые сначала обратились в бегство отрядами орков а потом стали стеной против нашей кавалерии что конечно очень больно ударила по нашей армии и так врага нужно догнать и уничтожить так что это за бегущие ряды 2 копейщика это не так уж и много там можно позволить себе но отпустить остальных орков мы уже не можем не судьба ребята не судьба чем больше мы вас тут уничтожим тем дольше гондор его граница могут спать спокойно тяжелая кавалерия отправиться в догонку но у нас тут есть еще достаточно большое количество бегущих орков отправим в атаку гендальфа и его телохранителей так этот отряд орков повержен это разгромная победа и плохой день для поклонников мелькора и его тьмы для них этот день запомнится надолго так а что же у нас тут у нас тут погоня за огромными стаями просто орков это орды которые сначала шли и объединялись в армии в надежде грабить и уничтожать поселение и людей которые обживают и тилия а теперь они бегут такой неорганизованной сворой подставляя свои спины под наши мечи что ж я надеюсь против каждого отряда был направлен отряд кавалерии и сейчас мы посмотрим сможет ли кто-то из орков убежать вроде никого не вижу в общем то по отчету мы сможем судить сколько из врагов покинула поле боя хочется не отпускать никого но чем больше армия тем больше вариант кого-то упустить так но это единицы мы не видим огромных толп которые покидают поле сражения так что эту победу можно считать разгромной так и есть героическая победа 321 человек это потери с нашей стороны и более двух тысяч восемьсот орков это потери с вражеской стороны точнее 1771 орк из которых тысячу три выступают в качестве подкрепления были были убиты нашими воинами гендальф получил лычку опыта рыцари лебеди это им рахиль получил лычку опыта также стражи цитадели и лучники гондора что еще разведчики гондора получили на три отряда аж 8 лычек опыта в общем то сможем их потом объединить ну и избавились мы от части ополчения под руководством гендальфа ополчение стоит гораздо дольше и готова противостоять гораздо большим и более страшным вражеским армиям поэтому ополчение можно применять в полевых сражениях конечно в качестве осаждающих войск они крайне слабы а вот на поле боя показывают себя под предводительством 10 звездочного командира такового какими является наш гендальф они ведут себя очень даже хорошо казна пополнилась тем что мы забрали с поля боя и гендальф получил еще два хитпоинта минус один мораль для всех отрядов на поле битвы лучше было бы не наоборот а хотя бы там одну мораль просто дали бы без всяких условий я не люблю конечно таких трейдов которых бафы и дебафы совмещаются и приходится выбирать точнее не выбирать а непонятно то ли ты получил действительно положительный трейд то ли этот трейд можно считать сомнительным что ж огромная армии орков уничтожены просто вот за этот за эти несколько ходов мы не знаю мы уже должны были поставить крест на доминирование мордора и его маме и во всяком случае если не выйти на первое место то сравнять соотношение минус моргул защищает назгул и индур смертная заря шаман бесстрашный его показатели я думаю всем очевидно это 10 звезд 10 пунктов к жестокости если его войскам к этим трем отрядам добавить еще гарнизонную армию то это будет славное сражение что ж подведем ли мы метрандера нашего до подведем и я думаю к стенам минус моргула расположенного возле них я думаю перегруппируем наши войска все неполные отряды вполне можно себе отправить спокойно со спокойной душой разделить по гарнизонам кое-что в восточный аскелят пока что можно дополнить отряды метрандера лучниками так как он будет противостоять в основном выходящим из минус моргула отрядом орков лучников можно также перебросить из карандроса и посмотрим чем у нас богат минастерит переобучение в минастерите пока невозможно 3 копейщика у нас тут есть и по моему был отряд из 6 копейщиков из 9 копейщиков точно объединяем насколько это возможно отряды так казна у нас показывает что нас ожидает доход в 10 тысяч единиц золота ну и имеем прямую угрозу со стороны флотилии думландо плюс дикарей думландо плюс войска харада угрожают нам флот харада точнее так в южном гондоре у нас противостояние и атака на мятежников 423 человека фолка охотник ополчение секирщиков хорошо проведем этот бой добавим возможно одну звезду к показателям нашего руководителя и полководца который поведет за собой третью южную армию это будет первая зарубка на его счету и затем эта армия отправится в сторону хас яйба захватит для нас перехваченная харадом поселение отправиться на защиту крепости которую покинул дэнатор здесь уже видим меньше элиты и очень очень много в войске ополчения выглядит она красиво по-своему и судя потому что генерал у нас не обладает полководец точнее таким послужным списком как примеру дэнатор или гендальф мораль у этого ополчения гораздо ниже поэтому вперед мы бросать его не будем на амбразуры скорее выставим для начала вперед лучников которые если что спрячутся за спиной ополчения зато в данной ситуации у нас очень много кавалерии у нас аж 4 отряда разведчиков это просто масса массированная атака копьями которые мы можем провернуть плюс неплохие войска копейщики и мечники долг амрата которая так верно расположились по флангам выставленных на нами отрядов лучников что ж тяжелую пехоту оставим тоже за лучниками хотя она у нас может вполне выступать в роли берущих на себя урон соединений начинаем битву и начинаем ее с того что подводим сначала к позициям врага нашу кавалерию лучники наши лучники не будут держать дистанцию принципе можем отправлять первые отряды ополчения вперед городская стража это копейщики во фланге это у нас лучники вот лучников можем ударить нашей не спешат наши кавалеристы выполнять приказ в общем-то если мы свяжем вражеские армии нашими отрядами ополчения они сразу же реагируют динамично на передвижение нашей кавалерии лучники во всяком случае отступают натиск и отходим пока что наша позиция будет такова поле почернело от выброшенных нашей кавалерии пилумов отброшен и да у нас получается связать боем вражеские боевые единицы стреляют наши лучники метают копья наши метатели и с натиском наша кавалерия сквайр до амрата врезаются в ряды вражеских лучников мораль врага на исходе и так как это все-таки повстанцы нам достаточно обратить их в бегство но сначала следует расправиться с вражеским полководцем для этого мы чуть-чуть по-другому организуем налет наших отрядов кавалерия воспользуется пространством для разгона и так как это тяжелая кавалерия то урон от натиска будет необычайно высок если мы еще по флангам зажмем нашей пехотой скорее всего просто не останется врага никакого боевого духа чтобы сопротивляться натиску нашей третьей южной армии единственное нам нужно поумерить пыл наших лучников так и есть они не атакуют враги начинают бежать городская стража единственная кто еще находится в состоянии потрясения и не обратились в бегство ну что ж тогда уже колеблются отлично мораль врага динамически быстро изменяется ударим последний раз в спину лучником приказываем прекратить стрельбу наши наши легкая кавалерия истощила свои колчаны так что я думаю стрельбы с их стороны не предвидится и так все мораль врага подавлено если мы отойдем это будет победа безоговорочная победа над разбойниками которые собрались толпой и решили грабить юных года прячась при этом в лесу на берегу андуина завершить битву и хотя бы потеряли 55 человек но первая зарубка первые единицы опыта и первый шаг на пути нашего войска к тому чтобы члены этой армии стали ветеранами сделан лагерь разграблен и наши золотые уже перевалили за 1900 2193 золотых мы получаем 200 золотых мы получили за этот бой что ж южная армия вполне готова двигаться дальше единственное о чем я думаю наверное я все-таки отправлю кавалерию кавалерию гондора вперед понадобится ли она в хас яйби или все-таки отправить кавалерию сразу к амру ну не дадут не дожидаясь прихода основной армии а уже пехотой атаковать хас я наверное так и сделаю потому что ходов предстоит пройти много как минимум три хода до подхода к самому амру ну плюс один ход для маневров возле поселения а харат уже через ход через два может отправить туда войска само собой пехота будет идти дольше и предстоит еще атака хас яйба только до хас яйба нашей пехоте хода два месяца грубо говоря а и при этом что-то нужно делать гобин толфолосом уводить флот но флот наш заблокирован поэтому придется атаковать адмирала в уфа искренне надеюсь незначительная победа но все же победа мы добились свободы нашему флоту часть флота диких племен обезоружена и при этом нам нужно отвести свой флот как можно дальше ополчение нам ничем не поможет возможно даже и наткнулись сразу же на второй флот харада это попахивает тем что на следующем ходу мы просто потеряем остатки наших кораблей это была отчаянная попытка предпринять любые действия для спасения гобин толфолоса где мы по моему построили рынок и где у нас только один отряд ополчения против нас будут лучники и пехота плохое сочетание вряд ли мы избежим поражения разве что каким-то чудом войска из долл амрата прибудут на подмогу гобин толфолосу теперь уже нам приходится разделять войска потому что противник не стоит на месте бар обзавелся еще новыми отрядами они уже вполне могут пойти в атаку защитить все у меня не получится поэтому нужно придерживаться главной стратегии главного направления в общем-то когда я затеял эту опасную серьезную игру против харада игру в то кто отнимет больше поселений первым я должен был осознавать что все эти поселения мне удержать не удастся так что жадничать нет смысла я смотрю он и так переправы нет значит продолжаем поход нашего дипломата заведение который был отправлен на просторы раване она для того чтобы искать мира и торговли с эльфами гномами и людьми только по ополченцы пеларгера пусть следует в сторону южной армии харада точнее гондора в остальных городах вроде все спокойно на следующем ходу будут построены все нужные постройки и рекрутированы все нужные воины что ж передаем ход врагу и смотрим чем он сможет нас удивить напомню перед нами стены мина сморгула и мы собираем армию которая будет способна захватить эту твердыню пока в ней не восседает король чародей который сведет на нет любые такие попытки мина сморгул будет оплотом защиты гондора как он когда-то служил гу городом который закрывал темные горы и проход мордора и с его стен разведчики и тиллианцы и другие войска гондора следили за тем что происходило в мордоре не давая темным армиям со всего средиземья стекаться на службу к черному властелину а с я очень осмотрительно выводит гарнизон харада и видимо тоже собираются воспользоваться морским доминированием для того чтобы для того чтобы перевести часть своих войск что же харад начинает давить на нас мы видим теперь последовало адекватное сопротивление нашему вторжению это вносит в игру больше интереса и у харада будут определенные шансы из-за того что мы уводим часть нашей второй гондорской армии южной под предводительством тенатора сто процентов первый первое место по численности войск гондор получает на этом ходу и первое место по силе наша империя сильнейшая держава средиземья пиларгер строит мощеные дороги объявляют о том что южный тракт который в районе минас тирита переходит в великий западный тракт построен и уже доходы пиларгера составляют 3685 единиц золота теперь в пиларгере мы можем либо продолжить строительство рынка и тогда торговля пополнится еще доход от налогов связанных с торговли по пополнится еще на 200 единиц либо посмотрим военно-морское училище ферма птицы ферма конечно хочется чтобы население пиларгера росло но в то же время прежде всего нас интересуют здесь экономические постройки западные скелет западном скелете построены конюшни и мы имеем возможность нанимать разведчиков теперь мы можем вполне логично построить поля увеличить прирост населения пополняем войска под предводительством гендальфа 1 восточную армию новыми отрядами части можем отправить на переформирование перевооружения в мина стирит рейнджеров и телена наверное отправим к арандрас или оставим по скелете на всякий случай для поддержки так переобучение можем переобучить уже полные отряды лучников нет не стоит этого делать нет смысла на это тратится в найм можем взять один отряд ополчения тоже как-то не особо горю желанием это сделать а вот отправить 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 кого же отправить наверное сначала лучников лучников восточная скиле от а потом при подходе дан это раз его элитой уже отправим и копейщиков приятные новости империя гондора растет естественно князья и княги не женятся выходят замуж и наша империя процветает вот как хитро поступил харат гарнизон был отведен не на корабли он был посажен как я думал отведен к нашему форту ну что ж в данном случае ford играет роль отвлекающего маневра мы потеряем его гарнизон безусловно но при этом у нас захваченный без проблем хас я и и такие мы все равно посадим туда войска враг отвлечен мы можем направлять наши армии на территорию харада напомню у нас уже в районе двух тысяч воинов действует на просторах харада сам же харад за это время потерял огромное количество войск успеем не успеем кораблем скорее всего не успеем придется захватывать переобучение стоит согласиться на это и следующим ходом отправим еще одну порцию войск уже наверное на толпа лаз плодить так 8 то есть он еще будет будет расти возможность найма будет отлично пока что плодить ополчение желания нету хоть она в хороших руках ведет себя достаточно неплохо тут достигнут максимума наймем так и быть нам предстоит опустошающая война под стенами минас моргула так что ополчение нам пригодится тут пусто хотя лучники могут вполне отправляться на защиту барадхарна и конечно же раз гобин толпалась такое сладкое местечко для харадримов стоит подумать о увеличении там гарнизона строим ферму пусть линхер растет и процветает а в пеларгере закажем строительство элитных кораблей флота содержание всего на 50 золотых выше стоимость 670 500 при этом 75 воинов 50 воинов в общем все на 30 процентов лучше дороже и выше по стоимости так арных у нас продолжает расти совсем скоро осталось буквально два хода и мы сможем перевести это поселение на следующий уровень строительство азки лето мы вкладываемся гендальф и его армия пока следят за происходящим в моргуле так а нам нужно четко следить за умбаром потому что армии там могут увеличиваться и нас может ждать неприятный сюрприз вот библиотеку я бы на эроланде построил пусть растет наше влияние и со временем мы сможем там строить и нанимать войска при этом так как экономическая машина уже достаточно раскручена можно подумать и о строительстве в наших крайних западных поселениях 1200 900 трактир что он дает увеличение дохода от поселения плюс 10 и возможность нанимать лазучка почему бы и нет пенат гелен что тут никакого найма никакого строительства обычные налоги снижаем налоговую ставку для роста населения в данном поселке в остальных поселках и городах кипит строительство что же я могу сказать чтоб фактически по всей империи на территории пролегающей с запада от андуина идет крупномасштабное строительство так что там с нашим дипломатом может ли он двигаться дальше да может заодно заглянем посмотрим как у эльфов дела лориенский замок все еще принадлежит эльфам ну эльфов есть кавалерия лучники это вообще шикарно и еще и засады ай-яй-яй-яй-яй нам предлагают двигаться через морю это не совсем то что меня устраивает эльфы пригорит преградили дорогу а там наверняка орки мглисты гор со своими войсками и там тоже точно будет не пройти что ж подготавливаем почву для найма и тилинских рейнджеров а для этого нам нужно в тир и триде и эмин арны не увеличить прирост населения низкие налоги а с чем связано обычные налоги больше подойдут что же передаем ход посмотрим на реакцию мордора а главное на реакцию харада нас интересуют войска из столицы харада чтобы они не были заранее направлены против нашей крепости чтобы мы могли подвести части 3 южной армии и защитить переправу нам крайне важно держать там защитные позиции чтобы весь южный гондор находился под нашей пятой отчетливо видим что мордор тоже не дремлет и войск у него несмотря на то что общая численность его армии меньше чем численность наших войск но почти полная стеки он может подводить и выводить на поле боя то же самое сейчас начинает активно делать харад его войска множатся армии и боюсь нашей южной армии уже может не хватить для удержания амруна нас гул хамул тень востока это тот нас гул которого мы убили в поселении тирает райт опять присоединился к саурону и скоро будет послан против нас мы потеряли лидирующую позицию хотя наша армия первое производство первое население первое но теперь лидер мордор расширение деревянного замка отлично правда 8800 золотых на это придется потратить давайте посмотрим какие у нас еще новости есть доклад о строительстве очень много полезных построек построена придется сделать какую-то паузу небольшую в строительстве в остальных поселениях и заняться ключевыми поселками нас наш флот опять опять блокируют предусмотрительно харад пока что отказался от осады губин толпался точнее медлит с осадой манит или дразнит так сказать нам совсем чуть-чуть останется для того чтобы подвести войска и на следующем ходу харад объявит атаку в результате мы несмотря на все попытки как можно быстрее переправиться на толпа вас останемся с пустыми руками придется занимать это поселение заново и так в минастерите у нас достигнут максимум ходов до получения так ладно разведчиков придется нанимать каэр андрос наем лучники разведчики до получения 13 ходов хорошо в общем то фактически всю казну мы потратили и еще наемники так как вроде такие значительные силы двигаются в нашем направлении причем насколько я вижу не все из них слабые войска при этом кстати наш дэнатор практически прибыл еще ход и мы можем осуществлять осаду вражеской цитадели осада с нашего форта снята вот в каком направлении двинулся враг гобел анкалимон который уже стал каменной крепостью видим харад улучшает свои поселения что ж надо отправлять разведчиков чтобы смотреть копейщики двигаются в сторону харандара или аман-эйтеля есть ли еще какие-то харадские войска ведь не только копейщики возможно часть войск двинулась сторону кашов и будем следить за этим что же по одному отряду перемещать крайне опасно но при этом мы кровь из нас у нуждаемся в скорости передвижения наших войск возможно они будут перехватываться армиями харада но это будет тоже нам на руку потому что таким образом армии харада будут поражение несмотря на то что мне прогнозировали победу мой флот погибает осада так и остается опасные эти сражения и попытка оставить за собой возможность отразить атаку или нападение на толпа лаз провалилась что же тогда придется армию посуху вести мысу бел фолосу и искренне надеяться у нас постройка флота ведется доведется что тяжелый гондорский корабль фактически галеон средиземья сможет доставить войска чтобы если не отбить то хотя бы то хотя бы забрать кустин заново свои владения это поселение так ну в общем мы подготовили все необходимые передвижения подвели гарнизоны армии отряды боевые единицы дислоцировали где нужно ключевые точки нами заняты осталось только объединить восточную армию с частями 2 южной армии дослать подкрепление из мина стирита кайрандерса восточного скелета и атаковать минус моргу фронт харада пока для нас закрыт 3 армия еще не прибыла к амру ну где ему мы будем держать оборону а возможно части 3 армии если наши войска будут превосходить харад по численности отправятся на захват поселений которые уже находятся на территории ближнего харада и туда вглубь круну на земли кханда спасибо вам что смотрите мои прохождения и на этом двадцать четвертом ходу зимой триста двадцатого года мы заканчиваем сохраняя видео заканчиваем наши маневры но конечно компания продолжится и